Покупая очередную банку с прохладительным напитком, учтите следующее. Алюминиевая банка всегда будет пригодна для переработки. В отличие от пластика, алюминий не портится, независимо от того, сколько раз его переплавляют и снова используют. Алюминиевые банки очень легкие. Трудно представить себе, что они изготовлены из огромного рулона алюминиевого листа весом в 9 тонн. Ширина листа около полутора метров, а одного такого рулона хватит на изготовление 750 тысяч банок. Лист попадает в пресс, который выбивает из него кружки, служащие заготовками для производства банок. Штамповальный пресс производит две операции. Он выбивает диск диаметром в 14 сантиметров и придает ему чашевидную форму. То, что остается от листа, прессуют и отправляют на алюминиевый завод для переработки и изготовления новых рулонов. Чашки попадают в корпусообразующую машину. Она растягивает алюминий, образуя корпус банки. В машину подается смазка, чтобы алюминий не разрывался при растяжке. Смазка одновременно выступает в роли охлаждающего средства, потому что алюминий при обработке нагревается. После того, как корпус сформирован, его края очищаются и выравниваются. Теперь банки, перевернутые вверх дном, подаются конвейером в моечную машину. Работа моечной машины делится на 6 этапов. Первые два – мытье соляной кислотой при температуре в 60 градусов. Последние четыре – мытье деионизированной водой, нейтральной водой с нулевым водородным показателем. Также при температуре 60 градусов. Из моечной машины банки поступают в сушилку с обогревом горячим воздухом. Теперь они блестят, потому что мытье соляной кислотой удалило тонкий поверхностный слой алюминия. Затем валик, под которым проходят банки, покрывает кольца на дне банок слоем лака. Это покрытие позволяет банкам легко скользить на конвейерах и в торговых автоматах, а в ультрафиолетовых лучах светится голубым светом. Теперь на банки можно нанести надписи. Эта ротационная печатная система может наносить по очереди до пяти красок. Затем наносится защитный слой лака. Даже при замедленной съемке видно, что это высокоскоростной процесс. Вот нормальная скорость. Одна тысяча восемьсот банок в минуту. Затем банки проносятся через сушильную камеру, в которой краска моментально высыхает, а защитный лак затвердевает. После этого машина наносит лак на водяной основе на внутреннюю поверхность банок. Он образует барьер между напитком и алюминием, чтобы напиток не имел металлического привкуса. Он также препятствует коррозии алюминия изнутри от воздействия кислых газированных напитков. Затем банки проходят через машину, которая формирует пятисантиметровую горловину банки. Это делается постепенно. Процесс разбит на 11 этапов, чтобы не прорвался тонкий, как бумага, алюминий. Следующая машина образует загнутый верхний край банки, к которому будет позже прикреплена верхняя крышка с отрывающимся язычком. Банки проходят через сложную видеосистему, фотографирующую внутреннюю поверхность каждой банки. Банки, имеющие любой дефект, вмятину или краску внутри, отправляют на переработку. Отсюда банки отправляют на фабрику по производству напитков, где их наполняют и закрывают крышкой с отрывающимся язычком. Теперь вы знаете, что можете начать этот процесс, отдав свою банку на переработку.